17 лет назад, 3 июля, в Саранске проходил большой праздник – фестиваль молодежи. Столица Мордовии уже тогда любила проводить масштабные массовые мероприятия. О чемпионате мира еще и не мечтали, но встречать иностранных гостей любили и в то время. Тогда же в Мордовию начали приезжать спортсмены с мировыми именами. Олимпийский чемпион Алексей Немов даже успел освоить новые для того времени технологии и поговорил по видеосвязи с участницами одной из молодежных организаций. Девушки, здравствуйте. Вы смотрели «Американский пирог»? Да, смотрели. Мы вас узнали. Да? Ну, я там не снимался, но надеюсь, что буду. Вам удачи хочу пожелать, здоровья и будьте счастливы. Спасибо вам большое. 3 июля богато на праздничные события. Ежегодно в этот день свой профессиональный праздник отмечает, пожалуй, самое противоречивое ведомство нашей страны – ГИБДД. В 2003 году поздравлять инспекторов дорожного движения вышли и журналисты нашего канала. Тогда они рассказали зрителям, какой он – идеальный страж порядка на дорогах. Инспектор ГИБДД должен уметь все – знать законы и конституцию, хорошо стрелять, управлять машиной. То, что для нас почти что фантастика, экранизированная режиссерами трейлеров, для них – будни. Задержание правонарушителей, выезды на место дорожно-транспортных происшествий, контакты с конфликтующими сторонами и их повседневная работа. В 2012 году тоже было что отметить. Например, чудесное спасение жительницы Саранска. На дом упала 70-летняя береза. Хозяйку спасла старая, но прочная крыша. У меня впереди прям все льет и льет. Думаю, что такое никогда не капало. Прямо вот ручьем все льет. Она думала, гром такой сильный был. Она говорит, у меня такой гром был. Я даже как дал и говорит, я думаю про себя. Я что-то не слышала гром. Помочь одинокой старушке тогда вызвались все городские власти, выделили деньги на восстановление дома. А ремонтом занялись неравнодушные соседи. А в 2014-м наша Олеся Плакиткина на несколько часов стала археологом. И вместе с сотрудниками краеведческого музея изучала кости мамонтов. Останки мамонтов в Дубенском районе нашли рабочие. В селе Кабаево строят плотину. Глину на дамбу копали неподалеку в карьере. Ковшик скаватора неожиданно зацепился за что-то твердое. Глину копали вот здесь. Грузили. И экскаваторщик откопал. Увидали что-то там. Слезли, посмотрели. Камень или что. Вот потом спорили. Не знаем же мы. Тогда выяснилось, что мамонты в Мордовии явление не уникальное. 40 тысяч лет назад их здесь было в избытке. Поэтому шанс найти на своем огороде останки древнего животного не так уж и мал. В Мордовии когда-то была прекрасная природа. Леса. Больший лугал. Мамонт ел травоядное животное. Мамонт кушал траву. То есть они здесь ходили с табунами, стаями. Естественно, были люди, которые на них охотились. Это первые животные, на которых они охотились. Таким было 3 июля в разные годы. Впереди еще много дней. Цените каждый. И смотрите нашу рубрику. Нам есть, что вам показать и о чем рассказать. Анастасия Турусова. Наши новости.